Всем привет, друзья! Добро пожаловать на мой канал! И в сегодняшнем видео я хотел бы с вами поговорить о плюсах жизни в США. Конечно же, в Америке очень много плюсов для жизни, но в сегодняшнем видео я хотел бы затронуть, наверное, 7 самых основных и самых жирных плюсов, из-за которых я, наверное, даже остался жить в Америке. Плюс номер один — это дороги и инфраструктура. И в Америке состояние дорог на высочайшем уровне. И неважно, живете ли вы в таком мегаполисе, как Нью-Йорк, или в пустынной Аризоне, состояние дорог одинаково хорошее. Почти идеальное состояние дорог, конечно же, помогает намного быстрее добраться до нужного тебе места. И также, если случайно пропустили поворот, вам не нужно будет ехать другие 15 минут для того, чтобы вернуться на нужную вам дорогу. Вам всего лишь стоит свернуть на первом же выходе, и вы сможете вернуться на нужную вам дорогу буквально за считанные минуты, благодаря хорошей инфраструктуре. Я не буду врать, я никогда не водил машину в Украине, но я никогда не забуду трассу Одесса-Киев, по которой просто невозможно ехать. И вместо того, чтобы ехать 4 часа, дорога занимает около 6-7 часов, только из-за того, что вся дорога в ямах и в каких-то неровностях, и действительно просто невозможно быстро ехать по такой трассе. Плюс номер 2 – это свобода выбора. То есть в Америке окружающим абсолютно все равно, как ты одет, какая у тебя религия, какой у тебя цвет кожи и так далее. В американском обществе люди уважают друг друга и выбор каждого человека в целом. То есть в Америке, например, допустим, у девушки синие, фиолетовые, какие-то зеленые волосы. Люди даже не обратят внимания, потому что действительно это выбор этого человека, и никто не будет смотреть «О боже мой, у нее синие волосы». Люди просто не обратят внимания, потому что действительно синими волосами в Америке никого сейчас не удивишь. Также я считаю, что в 21 веке ограничивать себя и быть расистом, гомофобом или сексистом уже не актуально. Плюс номер 3 – это приличная заработная плата. В США, несмотря на то, что ты уборщик, учитель или какой-нибудь продавец, ты все равно будешь получать достаточно приличную заработную плату за твою работу. Минимальная ставка во Флориде составляет 7 долларов и 25 центов в час за работу. В среднем можно заработать несколько тысяч долларов в неделю, не имея образования и не имея особо каких-то навыков. Да, налоги, конечно же, высокие, но даже с учетом того, что ты платишь высокие налоги, тебе все равно будет хватать на жизнь. И тем более в конце года часть налогов можно будет себе вернуть. В этом году я подам на возврат налогов и я должен буду примерно получить 900 долларов налогов. То есть это будет мой возврат налогов за предыдущий год. И также очень большим плюсом является то, что по чеке или зарплату ты получаешь раз в две недели. То есть тебе платят зарплату два раза в месяц. Что мне кажется намного лучше, чем делают в Украине и России, платя зарплату всего лишь два раза в месяц. Также я хотел бы сказать, что каждый раз, когда у меня спрашивают, блин, почему ты все в Америке, почему ты не живешь в Украине, неужели в Украине все так плохо? Я каждый раз отвечаю, что моя мама работает на государстве, она работает врачом. И если перевести украинские гривны в доллары, то она получает всего лишь 100 долларов в месяц. И поверьте мне, все люди, которым я это сказал, все американцы просто в большайшем шоке. Потому что действительно получать 100 долларов, будучи врачом, это на самом-то деле ужасно. Здесь врачи получают около, не знаю, наверное, от 6 до, наверное, 15 тысяч в месяц как минимум. Плюс номер 4. Это разнообразие климата. Из-за того, что США достаточно большая страна, на ее территорию можно найти регионы с абсолютно любыми климатическими условиями. Такие штаты, как Гавайи, Калифорния и Флорида, находятся в зоне тропического климата. Также штаты, как Нью-Йорк, Алабама, Колорадо, находятся в зоне умеренного климата. Также в Америке можно найти зону пустыни, в таких штатах, как Аризона, Невада или Юта. И, что самое главное, в Америке даже есть Аляска, в которой преобладает полярный климат. То есть ты можешь жить в холодном Колорадо и зимой ты можешь просто легко поехать во Флориду, в которой будет 20 градусов даже зимой. И на самом деле это круто, потому что действительно тебе не нужно выезжать из зоны одной страны для того, чтобы побывать в разных климатических местах. Также я всегда ненавидел зиму и когда я думал о штате, в котором я хотел бы жить, я хотел выбрать штат, в котором будет всегда тепло. И мой выбор пал на Флориду. И здесь действительно, конечно же, очень жарко лето и повышенная влажность. Допустим, летом температура может быть около 40 градусов. Но зимой температура не опускается ниже 15 градусов. Поэтому нереально круто, когда зимой ты можешь просто пойти покупаться в бассейне, когда ты можешь пойти позагорать, когда ты можешь пойти покупаться в океане, когда ты можешь максимум одеть только какой-то джекет. Тогда как в Украине зимой все время было холодно, тебе нужно было одевать просто 10 курток на себя для того, чтобы согреться. И, блин, для меня вот это разнообразие климата действительно, наверное, самый мой любимый плюс, который есть в Америке. Плюс номер 5. Это американский customer service. И действительно, в Америке все компании работают с девизом «Клиент всегда прав» и всегда пытаются удовлетворить все пожелания клиента, несмотря ни на что. Например, вы купили товар и он вам не подошел по цвету, размеру или просто перестал нравиться, вам спокойно вернут деньги или поменяют этот товар на другой товар. Потому что вы клиент и действительно, ваше слово это закон. Приведу такой пример. Год назад я купил себе диван себе и, к сожалению, он был достаточно некомфортный, на нем было невозможно спать. И мне он не нравился по цвету, он был достаточно маленький. И я написал в поддержку то, что я бы вышел его обратно, только вышлите мне обратно деньги. На что мне просто написали сообщение, что я могу оставить диван себе. И они мне взяли и вернули мои 190 долларов обратно. В тот момент у меня был нереальный шок. То есть я такой, то есть я получаю диван бесплатно, только потому что мне он не понравился. На самом-то деле для меня, как украинца, это было дико. Но в Америке действительно такой опыт часто встречается. И действительно, если людям что-то не нравится, им либо меняют товар, либо действительно мне возвращают деньги за этот товар. Также в Америке в каждом ресторане вы заметите, что все официанты будут к вам очень милыми, они будут очень приветливыми. Потому что действительно это часть американского customer service. Когда я приехал в Америку, я сразу же начал работать официантом. И действительно нас тренировали так, что клиент всегда прав. И всегда, когда клиент что-то хочет, должен ему сказать, you got it. То есть ты это получишь. Действительно, я считаю, что это очень хорошая тактика. Номер 6. Это нереально низкая ставка по кредиту. В Америке намного легче взять машину или дом в кредит, так как процент, который вы будете отдавать банку за этот кредит, намного меньше, чем в таких странах, как Украина или Россия, для сравнения. Что касаемо машин, очень легко взять новую модель всего лишь за 3% в год. То есть в Америке достаточно тяжело встретить машины каких-то даже 2010-х годов. Потому что действительно все ездят на новых машинах, потому что они себе могут это легко позволить. Приведу пример про своего друга, который взял новую Toyota Corolla 2019 года, которая стоит около 20 тысяч долларов. Он мне взял кредит и сейчас он платит около 400 долларов каждый месяц. И этот кредит он взял на 5 лет и он платит ставку всего лишь на 4.4% в год. К сожалению, в наших странах этот процентный кредит идет от 15%. И действительно грустно, что в Америке люди платят в 5 раз меньше, чем мы платим за процентный кредит. И последний плюс номер 7 это экология. В стартах люди заботятся об экологии и часто вы можете увидеть 3 мусорки, которые стоят вместе. Одна будет для бутылок, вторая будет для бумаги и третья будет для разного мусора. То есть действительно люди стараются как-то бороться с загрязнениями, они стараются даже сортировать мусор. И такие мусорки вы можете действительно увидеть почти на каждом шагу. Также я живу в Орланды и действительно Орланды нереально зеленый и нереально чистый экологический город. Потому что здесь очень много деревьев, здесь каждый раз за ними ухаживают. Когда строят какой-то новый бизнес, обязательно на территории садят деревья. Потому что действительно это все улучшает нашу экологию. Даже посередине такого мегаполиса как Нью-Йорк находится просто здоровенный Централ Парк. Который является наверное легкими всего Нью-Йорка. На этом у меня все друзья и конечно же это не все плюсы Америки. Это только наверное мои самые главные 7 плюсов, которые я действительно выделяю. И увидимся с вами в следующем видео. До встречи!